В Кабул летят вчерашние мальчишки. Сегодня мы не пишем ни строки, и куполам свою судьбу доверим. Опустимся в афганские пески. Война в Демократической Республике Афганистан продолжалась 10 лет и погубила 15 тысяч советских солдат и офицеров. Вплоть до 1987 года нельзя было писать и говорить о том, что где-то далеко от родины гибнут наши войны. Но сейчас память об Афганистане бережно сохраняют те, кто вернулся домой. В чёрном тюльпане те, кто заданет, едут на родину милую землю залечь. В отпуск бессрочный, рваные в клочья, им никогда, никогда не обнять тёплых плеч. Молодое поколение обязано помнить о победах и поражениях своего отечества. Поэтому в Центре развития творчества детей и юношества об Афганистане рассказывают новонекольским школьникам. Это не просто лекция по истории, а настоящий урок мужества. В нашей жизни может быть всякое. Поэтому нужно сейчас готовить себя и будущее поколение ко всему, что может произойти. Этот урок обязательно должны выучить старшеклассники, которые сидят в зале. Сегодня это мальчишки, а скоро защитники своей страны. Местные парни не боятся служить родине. Сам ты планируешь служить в армии? Ну да, планирую. Ну, после института сразу в армию пойду. А не страшно ли тебе что-то подобное? Ну, я думаю, что нет. Придётся всё равно служить перед своей родиной. То есть для тебя долг? Ну да, дать своей родине долг. Историки сегодня спорят о том, стоило ли вводить советские войска в Афганистан. Но те, кто тогда воевал вдали от дома, выполняли свой долг. Верные присяги, молодые парни шли в бой, и их жертву не смеет забывать наше поколение. Евгений Талов, Матвей Мугер, Телемикс.